Всем привет! У нас на обзоре сегодня самый продаваемый кроссовер в России. Это Cherry Tiggo 7 Pro Max. И для того, чтобы он еще больше продавался и чтобы еще больше достигал высот, китайцы сделали его полноприводным. Так что встречайте, Cherry Tiggo 7 Pro Max с полным приводом. Внешне ничего не поменялось. Это все тот же Cherry Tiggo 7 Pro Max со спокойной внешностью, без каких-то футуристичных решений. Классический, обычный. Он таким мне и нравится. Честно могу признаться, что эта машина одна из, наверное, лидеров среди китайских в моем конкретно сердечке. И я готов был бы себе приобрести такую машину. Но при этом все равно есть некоторые изменения. Например, изменились литые диски не в лучшую сторону. Они стали выглядеть немножко как-то... Ну, короче, мне они не нравятся. Вот просто могу сказать. Те мне нравились больше. И самое ужасное, что могло произойти, это сменили классические, обычные суппорта на красные. Для чего это сделали китайцы, непонятно, но они это любят. В остальном по дизайну никаких изменений я больше не вижу. Добавился шильдик АВД, который говорит о том, что это у нас как раз теперь полноприводная версия. И, не помню, было так или нет, что выхлоп здесь фейковый и там просто дырка. То есть мы можем, по сути, руку засунуть и здесь потрогать. То есть как бы слишком открытая дыра такая. Сдалека очень хорошо это видно. Наша задача сегодня не столько рассказать про внешность автомобиля и про какие-то интерьерные решения и прочее, сколько передать впечатление о том, какой автомобиль стал после того, как здесь добавили новый двигатель и коробку. Здесь теперь двигатель 1.6, а не 1.5. Также 150 лошадиных сил. И теперь здесь коробка не вариатор, а 7-ступенчатая роботизированная с мокрым сцеплением. Эта связка, в принципе, не новая. Мы видели такое на Exit LX и на ходу мне эта машина нравилась. Сейчас посмотрим, как будет себя вести 7-ка. На трассе, возможно, съездим на легкое бездорожье. Может быть, даже не на легкое. Попробуем перегреть муфту немножко. И, в общем, посмотрим, как ведет себя конкретно полноприводная версия. В интерьере есть приятные доработки. Например, динамики на стойках, на которые мы обращали внимание, теперь стали выглядеть симпатично. На них появилась надпись Sony. То есть музыка здесь теперь премиальная, скажем так. Играет она нормально. Я не могу сказать, что это что-то выдающееся. Обычная музыка, но играет приятно. К сожалению, не изменилось рулевое колесо. Оно так и осталось прежним, некрасивым, со вторым подбородком. Это немножко удивляет. Потому что в новых моделях Cherry очень интересное, симпатичное и удобное рулевое колесо. И в новых моделях также поменялись селекторы. Здесь селектор остался прежний, но он от Cherry Tiggo 8 Pro или Pro Max предыдущей версии. Потому что здесь добавился светодиод с подсветкой. До этого здесь просто были надписи Drive и прочее. Ну и самое приятное изменение, то что теперь климат регулируется не с помощью сенсорных клавиш, как это было раньше. Блок выглядел как на Volkswagen Tiguan. А с помощью регуляторов, так называемых крутилочек. И это удобно тем, что мы сейчас, например, едем по трассе на скорость. И не отвлекаясь от дороги, я могу прибавить либо убавить температуру интуитивно и не искать, где эти кнопки находятся. Китайцы все-таки, как будто я говорю, у них зарождается какое-то зерно в эргономике, так скажем. Потому что очень много появляется с новыми моделями решений, которые действительно облегчают езду и эксплуатацию автомобиля. Например, ниши какие-то, вот такие вот регуляторы всякие, прочие-прочие вещи, на которые раньше просто они не обращали внимания и делали все это на кнопках, на сенсорах, на непонятных и так далее. Из приятных мелочей, наконец-то, добавилась вентиляция сидений. Ее очень сильно не хватало, особенно в летний период, когда мы делали обзор переднеприводной версии. Спина очень сильно потела, так как это не кожа. Да и в принципе, даже если это была бы натуральная кожа, от материала подобного всегда спина потеет. Поэтому вентиляция, это очень классно. Но с появлением вентиляции появляются слегка неприятные моменты. По прошивке, здесь, когда мы включаем блок климата, у нас есть два меню. Кондиционер и сидение. Ну, должно так написано быть. Но так как китайцы по необъяснимой причине написали здесь кондиционер и сидень, выглядит это слегка дешево. Хотя места хватает, чтобы полностью написать два слова, но они и в Ариза 8, и в Восьмерке, и уже теперь в Семерке пишут вот так. Чтобы выехать на трассу и в динамичном режиме поездить на Семерке, на Восьмерке, такого мне не доводилось. Сегодня я вот еду впервые прям. И могу сказать, что мне нравится поведение машины. Она ведет себя уверенно. Я еду 140 уже минут 15. Во все повороты вхожу. И вообще просто любые неровности, все это прогладывается. Так как здесь многорычажка, он достаточно хорошо заходит в поворот. Нету каких-то сильных кренов. Вообще, в принципе, не чувствуется какой-то кроссоверный валкости. Присущий многим машинам. Более жесткая здесь подвеска. С роботизированной коробкой Семерка стала намного увереннее. И это заметно. Потому что, если ты нажимаешь на газ, ты уверен, что она скинет передачу и будет ускоряться. На вариаторе иногда бывает так, что он как-то непонятно срабатывает. Хотя сейчас современные вариаторы намного более реалистично, скажем так, работают. И имитируют очень хорошо переключения. И, в принципе, иногда ощущение есть на маленьких скоростях, что ты едешь на автомате. Но когда на роботе мы едем, это все как-то с большей уверенностью, с большим каким-то ускорением получается. Вообще, как будто другая машина. Хотя подвеска и прочие вещи, все они те же самые. И двигатель не особо сильно по объему поменялся. По лошадиным силам здесь 1,6 150 сил, а был 1,5 147. Но почему-то другая машина. Мы сегодня взяли с собой прибор и не поленимся. Замерим разгон от 0 до 100. Я... Ты, кстати, думаешь, сколько он разгонится? Я думаю, что 10,5. Это турбированный. В общем, проверим. Я надеюсь, на 10 хотя бы. 10 для такой большой машины, мне кажется, нормально. Довелось попробовать адаптивный круиз-контроль в деле. И он действительно работает. Пристально наблюдаем за ним, за его работой. И все работает качественно. Я думаю, что можно ему доверять без каких-то вообще проблем. По шумоизоляции. Есть, конечно, достаточно сильный шум из подарок. Во-первых, здесь резина китайская стоит. Я не помню, как она называется. Атлас. Атлас. Как джили. И все-таки, возможно, конечно, нужно доработать шумоизоляцию. В принципе. Потому что арки слышно. Никакого скрипа пластика. Даже панорамная крыша не продувается на скорости 140+. Но шум из подарок прям такой сильный. Сегодня в прайс-листе увидел очень интересный пункт. Сигнализация дополнительно как-то там от черри. Насколько я выяснил, у менеджера это сигнализация, которая установлена какая-то дополнительная. И она, помимо того, что запускает двигатель, следит за тем, где автомобиль находится. То есть она показывает определенную точку, где сейчас едет машина. Еще плюсом она дублирует пробег, который есть. И отправляет его в базу черри, скажем так. Это нужно для того, чтобы не скручивали пробег. И как раз таким простым способом мы можем проверить, скручен он или нет. Мне это очень нравится, потому что есть сейчас разные датчики. Особенно их ставят на премиальных немцев, которые замедляют пробег. Я считаю, что это вообще надо как-то искоренять, запрещать. Я за честные продажи, за честные пробеги и за честное состояние машин. И как раз таким вот онлайн способом, если отслеживается пробег, это очень круто. Китайцы молодцы. В очередной раз они делают какие-то решения, которые действительно помогают нам, а не просто пускают пыль в глаза. Очень удобные кресла. Могу отметить, что поясничный подпор просто сумасшедший. Я его выдвинул сильно и чувствую прям, как он держит мне поясницу. Мы проехали уже километров 50, как будто бы ни в чем не бывало. Понятно, что это мало, но я уверен, что на этих сиденьях я смогу проехать намного больше, без напряга. У нас очень сильно перегрелась камера GoPro, прям огненная. И тут вспомнил, что есть охлаждаемый перчаточный ящик. Сейчас мы как раз ее здесь и охладим. Очень удобно. Кстати, бардачок большой. Здесь же есть беспроводная зарядка для телефона. Удобно он здесь лежит под рукой. Видно, хорошо заряжается. И все это прорезиненно. Есть запас для большей модели. Хотя мы теперь уже знаем, что в этом году iPhone 15 выглядит так же и, наверное, в последующие годы будет. Но для Samsung устройства, для Android, точнее, устройства, нужно больше места. И оно здесь есть. Вот больше, чем 19,5 или больше 19, в общем, невозможно разогнаться. Но при этом скажу, что машина ведет себя уверенно. И каких-то дополнительных шумов уже не появилось на более высокой скорости. Как слышно было арки, так и слышно. Интересно будет разница по звуку, конечно. Когда я начал говорить на 190 и теперь на 90. Но, по-моему, как будто сильно прям не поменялось ничего. Кроме расхода, наверное. Расход сейчас показывает 14 литров. Как много. Только что было 10. Скопейка. А, вот 11,8. Нормально. Тот мудровенный. О, кстати, добавился компас. Не знаю, зачем он нужен. В каждом автомобиле, в котором я его вижу. Это было и в Mitsubishi, когда я работал менеджером в 15-м году. Всегда, в общем, удивляет, для чего он нужен. И кто вообще ориентируется по компасу. Просто, что нужно делать, чтобы в машине ехать по компасу. Какая должна быть вообще дорога. И будет ли она вообще, если ехать, например, на север просто. Какая-то странность. Не знаю, для чего это делать. Ну, это, наверное, просто элемент, который намекает на то, что это полноприводная машина для какой-то внедорожной езды. На самом деле, полноприводная машина для внедорожной езды едет перед нами. А это просто приятный бонус, который нужен для того, чтобы ездить по снегу в городе. И иногда, чтобы не застревать, в общем, в мелких каких-то городских дорожных ситуациях. Итак, мы подключили прибор. Сейчас попробуем ускориться от нуля до старта. Очень прям мега плавный старт. 10,2, как я и говорил. Все-таки есть турбина, и она хоть что-то надает. Но, конечно, это очень плавнейшее просто ускорение. Я не знаю, наверное, километров до 30 он вообще не подключался, она как будто это турбина. А потом резко есть ощущение, что оно подключилось. Могу сказать, что нету какого-то отвращения и неприятной езды. Я еду 150, 160, 140 всю дорогу и уверенно достаточно это все происходит. Кочки проглатывает, не болтает, не кренит. Субтитры сделал DimaTorzok У нас было уведомление о том, что трансмиссия перегрелась, но она почему-то быстро пропала, и в итоге мы смогли завершить маневр. В целом, нигде такого ничего не было, чтобы заделал, смотри, что-то... Какая-то резинка, да? Какая-то резинка у нас через фейковый выхлоп вылезла. Я же говорил, что эти отверстия, они только проблем создадут больше. Получилось у нас полноценно протестировать полный привод. Честно могу сказать, меня он полностью устроил. Ездил я на много каких кроссоверах с полным приводом так называемым. Понятное дело, что это полный привод не для того, чтобы ездить на какие-то мероприятия, оффроуд и так далее, а просто чтобы где-то можно было, вот как мы ездили сегодня, ближе к прудам, где люди сидят, рыбачат. Там как раз таких кроссоверов очень много. Также отлично подойдет автомобиль для зимы, чтобы была уверенность какая-то в том, что вы проедете по колее, по снегу и так далее. За все время, сколько мы сегодня проехали, сколько мы вывешивали, сколько мы буксовали, у нас только один раз коробка вылезла в аварийный режим. При этом она не отключилась и дальше все работало. То есть полный привод работал. Но было уведомление о том, что нужно якобы остановиться для того, чтобы она там остыла или что-то с ней произошло. Даже не успел прочитать, уведомление сразу же исчезло и все продолжило работать. Такой вот, можно сказать, неприятный момент, но он никак не повлиял на саму езду. В моей практике был автомобиль такой Hyundai Tucson, и он даже на роботизированной коробке мог перегреться на ровном месте. Сколько раз я пробовал, в итоге получалось, что у него отключался привод, и нужно было ждать, пока он остынет. И это чувствовал здесь. Уведомление было, но информации никакой не было. Все системы работают. Система уведомляет о том, что мы приближаемся к препятствию, а оно стоит. Машина поворачивала. Очень интересные все эти вещи. Они действительно работают, очень удобно. На трассе адаптивный круиз. Один из немногих раз, когда мы проверили его в деле, и он действительно работает. Так же, как это и не странно звучит, но мне понравилось, как работает коробка и двигатель. Коробка здесь роботизированная. Когда у меня был фокус третий, это было страшным сном, чтобы я сказал, что роботизированная коробка это вообще хорошо. Здесь она с мокрым сцеплением, соответственно, она надежная, и нет такого, как это было у меня как раз на фокусе, когда там каждые 30 тысяч нужно было менять сцепление. Здесь такой проблемы не будет. Смотрите, как карта выглядит. Анимация вообще красивая получается. Все эти современные приборные панели очень сильно, конечно, интересно им выглядят. Даже вот этот поворот есть. Но, конечно, отвлекает немножко. Автомобильный обзор нам предоставила компания Cherry Leader. Это официальный дилер Cherry в Саратове. Ссылку на них я оставляю в описании. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok